В научной библиотеке имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского Федерального Университета состоялось открытие первого этапа пятого республиканского конкурса «Лучшие государственные гражданские служащие Республики Татарстан». «Конкурс для нас не берет, мы проводим его уже в пятый раз, и я считаю, это стал таким традиционным гражданным мероприятием». В этом году заявилось 54 сотрудника из 25 государственных органов республики. Так, самому молодому участнику конкурса 24 года, самому опытному 51. Сегодня в органах госвласти работает 580 сотрудников, которые выполняют большой серьезный объем задач. Не случайно мероприятие проходит на базе высшей школы государственного и муниципального управления Казанского Федерального Университета. Традиционно школа была и остается площадкой для проведения конкурса «Лучшие государственные гражданские служащие Республики Татарстан». «Все присутствующие здесь, ну, как минимум, один-два раза побывали здесь, в этих стенах для того, чтобы повысить свою квалификацию. И мы гордимся тем, что к нам с удовольствием сегодня записываются и государственные, и муниципальные служащие. Если в цифрах, то за прошлый год у нас прошли повышение квалификации 6,5, а точнее 6 570 государственных и муниципальных служащих». Отметим, что ежегодно к работе конкурса привлекаются сотрудники Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ. «В наших конкурсных испытаниях есть задания, связанные с владением государственными языками, с владением иностранным языком, русский язык, татарский язык. Поэтому мы привлекаем соответствующих специалистов. Уже 5 лет они нам в этом помогают, за что им большое, огромное спасибо». Подведение итогов конкурса награждения победителей состоится в День Конституции Республики Татарстан. По итогам конкурса будут определены 12 победителей. Лауреаты конкурса в торжественной обстановке будут награждены дипломами «Лучшие государственные гражданские служащие Республики Татарстан» и денежным призом в размере 50 тысяч рублей.